Привет, друзья, и добро пожаловать в мое видео с фаворитами Майя. Мне много всего понравилось в течение мая, и да, моя челка просто не хочет лежать. Я вчера была на мероприятии, мне сделали классные кудряшки, и вы знаете, как мои волосы. Они получают классную гладкую, и они такие, типа, у-у-у, мы продержимся несколько часов на свечу, и они такие, м-м-м. Вот, и челка особенно. Так, ладно, окей, мои фавориты. Первое, что мне понравилось, мы, как всегда, начинаем с ухода. И с ухода за волосами. Итак, что мне понравилось, это шампунь и кондиционер. Марка называется Мил Риш. Это японцы. Оно выглядит очаровательно. И мне... Я знаю, что это не самое важное в таких средствах, но у них есть дозаторы. Насколько это удобно. Почему все марки не могут делать шампунь и кондиционер с дозаторами? Потому что это так удобно, просто, как бы, вуп-вуп себе на ладошку, и все. Как бы, у вас есть значное количество. Потому что обычное средство вы берете, вы его открываете, вы выдавливаете, вы закрываете. Вы, значит, м-м-м, недостаточно, нужно еще. Это, как бы, целый процесс. Я знаю, что это проблемы белых, но, тем не менее, как бы, это целый процесс. Особенно с утра. Я собираюсь на работу, мне нужно быстро вымыть голову. Я такая, типа, о-о-о, слишком много, слишком мало, о-о-о. Вот. А тут, как бы, вуп-вуп, все. У меня есть достаточное количество, идеальнейший объем, которым нужно для мытья волос. Столько удобно. Итак, это шампунь и кондиционер. Здесь все по-японски и по-английски. Но, как бы, он без силиконов, что хорошо. Он восстанавливает волосы, он, как бы, он увлажняет. Здесь moist treatment. То есть, он увлажняет, он восстанавливает. Он также подходит для окрашенных волос, что у меня на голове как раз сейчас и есть. И мне он очень понравился, потому что он, с одной стороны, мягкий, с другой стороны, эффективный. И волосы после него мягкие и классные, и гладкие, и блестящие. И он не вымывает цвет волос, что здорово. Потому что, знаете, бывает, что вы намыливаете голову, потом ее смываете, и вы прям видите, вот, как бы, эту темную пену, которая сейчас волос, вы прямо, вот такая краска, вернитесь, вернись, вернись ко мне, она такая, нет, прощай. И точно в сток, дырка в ванной, куда все утекает. Вот. Забыла все слова. Как всегда, вот, в общем, мне очень понравился шампунь-кальзер. Новая для меня марка, и они только появляются у нас на рынке. Их можно найти в магазине «Золотое яблоко». Поэтому обратите на них внимание. Дальше, естественно, моя любимая марка по уходу с волосами уже очень-очень давно. Сейчас в Уорсингтон, я их уважаю. Я пробовала их новую линейку, она называется «Гроустрон». И она, собственно, для того, чтобы отращивать длинные классные волосы, что всегда моя цель, и это всегда неосуществимая цель для меня, потому что я просто такая, я буду их отращивать, они будут сильные и классные и здоровые. У меня такая, милирование! Вот, поэтому это не очень для меня работает, но такие средства всегда хороши. То есть оно улучшает именно рост волос, и также оно укрепляет волосы, соответственно, вам не нужно их так часто стричь. И они, соответственно, у вас растут, вам не нужно состригать, состригать, состригать постоянно эти гадкие концы. Итак, это шампунь и консерв для активного роста волос с защитой от ломкости, собственно, да. Смотрите, сколько я уже извела. И это при том, что у меня не так много волос на голове. Ну, то есть я на самом деле вот в течение месяца пользовалась либо этими средствами, либо этими. Как бы, либо-либо. У меня очень много средств для волос. Вы, наверное, в курсе. Вот, поэтому если я чем-то пользуюсь эксклюзивно, значит, оно хорошее. Ну, и опять же, мне хотелось составить свое мнение об этих средствах, прежде чем вам рассказать, «А, это лучшее средство на свете!» Мне хотелось на самом деле вот там месяц это протестировать, поэтому. Я протестировала, мне нравится. Кстати, можем говорить, я покрасила волосы, мне кажется, больше месяца назад. И они все еще... Ну, или месяц назад. Да, месяц назад. Вот, и при том, что у меня было эмилирование, в принципе, цвет еще держится. Все стало посветлее, чем был, но в целом краска держится. Я думаю, что это во многом связано с тем, что я использую вот эти вот средства. Потому что я помню, как раньше у меня смывалась краска. Просто в трубу, вся, сразу, за первые там три помывки. Так, что мне еще понравилось из ухода? Теперь это уход за лицом. И помните, пару месяцев назад у меня был какой-то корейский крем, и я такая... Ну, он был неплохой, он с улиткой, но такая скучная упаковка, она немножко все портила. Я имею в виду максимально профессиональный подход к бьюти-блогеру, да? Скучная упаковка. Нет, этот крем был неплохой, но этот крем, мне плевать на упаковку. Тут, вы знаете, это очень сильно зависит. То есть, вот в плане упаковок, мне кажется, что я предвзято отношусь отчасти из-за средства, потому что там средство было неплохое. Здесь, я смотрю на эту упаковку, и думаю, она такая универсальная, такая простая, ничего лишнего. Ну, как бы, никакого лишнего маркетинга, который пошел вот на создание какой-то там ненужной экстра упаковки, там, я не знаю, с какими-нибудь зверюшками или еще чем-то. Просто потому, что мне настолько нравится этот крем. То есть, мне нравится крем, я такая, и упаковка классная. Крем супер. Это у нас Secret Key. Он тоже с улиткой, но он тоже. Ну, в смысле, у меня был крем с улиткой в похожей упаковке, но другой марки. Мне кажется, Skin House она у меня была. Вот, а это Secret Key. Он с улиткой, но он не тянется. То есть, большинство кремов с улиткой вы залезаете на пальцы, и тянется из банки вот просто на километры. Здесь такого нет. Это гель. И сначала, когда я ее видела, я такая, это что за консистенция? Смотрите. Видите? Это прозрачный, довольно густой гель. И он подходит и для ухода утром, и для ухода вечером. Я его, собственно, так и использую и утром, и вечером. И для меня, я пытаюсь вспомнить, ну, то есть, как бы, есть кремы, которые работают и утром, и вечером, но их очень мало, потому что у меня очень, очень жирная кожа. Также она немного обезвоженная, и проблемная, и возрастная. И поэтому, обычно утром я использую максимально легкий крем, чтобы он не делал кожу более жирной, и чтобы она дольше оставалась матовой, насколько это возможно. Опять же, чтобы он, ну, не забивал поры, не был слишком, слишком каким-то там жирным, густым и так далее. То есть, мне нужно что-то максимально легенькое. Утром, особенно, особенно летом, когда моя кожа просто, я утопаю в кожном сале, серьезно. Это отвратительно звучит, но это правда. Вот. А, соответственно, вечером я сначала наношу сыворотку, а потом мне нужен какой-то максимально работающий крем, который на самом деле будет бороться с этими морщинами и вот как бы дряблостью, которая здесь висит. Я такой, нет, 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 еще слишком рано для ботокса и для подтяжек, пожалуйста, крем с работой. Вот. мне нужен какой-то максимально действенный крем. То есть, то, что я использую утром, я практически никогда не могу использовать вечером, потому что он недостаточно эффективный для меня. Здесь суперсредство. То есть, утром я его наношу, и за счет того, что это гель, он моментально впитывается в кожу, если вы тут же можете наносить макияж и вообще без проблем. В то же время он очень легкий на коже, и в течение всего дня кожа комфортная, она не становится слишком жирной, но вечером, когда я его наношу поверх сыворотки, он дает ровно столько увлажнения, сколько мне нужно, ровно столько питания, сколько мне нужно. Он просто идеальный. И для меня это абсолютно находка. То есть, мне, я даже не помню, откуда он у меня. Мне кажется, какой-то магазин мне его прислал полгода назад, год назад. И, ну, это одно из сексетов, которые говорят, ладно, окей, когда все остальное закончится, я возьму его. Все это на самом деле что-то, что я у себя нашла на полке и такая, вау, это находка. Вот, особенно если у вас жирная кожа, это очень хороший крем. Вот, прямо мне он очень понравился. Так, окей, теперь у нас декоративная косметика и первое, что мне понравилось, это катрис. Могут ли у нас быть фавориты без катрис? Я просто очень люблю эту марку. Я считаю, что это лучшая бюджетная марка, серьезно. А я люблю бюджетную косметику, вы знаете меня. То есть, мне очень нравится находить в бюджетной косметике что-то, что вот, но по качеству не хуже, чего-то более дорогого. Поэтому я пробую много бюджетной косметики, но катрис, скажем так, соотношение цены и качества, вы просто не можете с этим конкурировать, серьезно. Вот, и эта палетка, она называется Astrology Face Palette. Мне, конечно, нравится упаковка, потому что она черное золото, вы знаете меня, все, что черное, как моя душа, я такая, иди сюда. Так, здесь есть, вот как бы, это либо бронзер, либо средство для контуринга, есть польза для контуринга. Есть румяна и есть два хайлайтера. Средство для контуринга, ну, как бы, неплохое, румяна тоже неплохие, но мы поговорим с вами вот про эти две крошки, хайлайтеры. Я попробовала их, мне кажется, больше месяца назад, они были у меня в виде с новой косметикой, я там еще с милированием, то есть это было больше месяца назад. Я с тех пор использую практически только эти два средства, вот на каждой дневной основе. Если на мне больше загара, артозагара, я использую золотое. Если меньше артозагара, вот это вот более светленькое, сейчас я вам покажу. Светленько, светленький хайлайтер. Вот, более светлая часть, вот золотая часть. Вот они. Более светлая и холодная, и золотая и теплая. Они настолько красивые. И я понимаю, что когда вы делаете свотч пальцем, получается более пигментированно, но как бы вам не нужно столько всего на лице. Вот у меня сейчас на лице как раз золотой хайлайтер, я от него в полнейшем восторге. То есть эти хайлайтеры, они так блестят, и что мне очень нравится, и с чем у меня практически бывают проблемы. Опять же, жирная кожа, огромные поры, текстуры и так далее. Очень многие хайлайтеры, подчеркивают текстуру, подчеркивают поры, подчеркивают неровность кожи сильно. И эти этого не делают. Поэтому это абсолютные находки. Вот я считаю, что это одни из лучших бюджетных хайлайтеров вообще, поэтому абсолютная любовь. Так, что у нас дальше? Наверное, мы перейдем к главному фавориту этого месяца. Это балетка Kat Von D. Shade and Light. Вы видели, возможно, видео на моем канале с первыми впечатлениями на эту палетку. Я просто влюбилась в эту палетку. То есть, с тех пор, как я ее пробовала в том видео, опять же, я ей пользовалась каждый день. Это для меня лучший показатель. Если я чем-то пользуюсь в первый раз, то я такая, окей, я должна этим пользоваться каждый день, потому что это настолько хорошо. Вот эта палетка. Она потрясающая. Я в основном пользуюсь вот этой вот частью, где более теплые оттенки, они просто потрясающие. Вот этот мне очень нравится. Вот этот оттенок можно нанести, например, в складку между веками. Я вот вчера красилась, как раз вот так наносила. Этот оттенок прекрасен для всего подвижного века, как база. В целом, все оттенки... Ну вот как бы холодную часть вот ее я еще не использовала, потому что она очень холодная. Не знаю, зимой буду использовать. Остальные просто супер. Качества потрясающие. Они настолько легко растушевываются. То есть вот в плане соотношения цены и качества, да, да, это стоит просто каждой копейки. Потрясающая палетка. Единственное, я не могу сказать, что вот, ну как бы, эта палетка вытеснила все остальное из моего... из моей косметички. Потому что... Это не так. То есть эта палетка потрясающая, но я люблю свои мерцающие тени. То есть мне нужен мерцающий оттенок шампанского под бровью, мерцающий, либо опять же, бежевый, либо светло-коричневый, либо еще какой-то другой на подвижном веке. Мне нужны мои мерцающие тени. Я их люблю. Я не могу просто с матовыми. Поэтому я в любом случае дополняю эту палетку чем-то более мерцающим. Но сама по себе она отличная. Вот поэтому. Это был фаворит. Мне кажется, я каждый день с их воркью попробовала, ей пользовалась. Ну здесь прекрасные цвета. Просто я их сочетаю с другими цветами. У меня как бы прекрасное, прекрасное вложение. Дальше мне понравилось и это уже бюджетная крошка. Это фаберлик. Это карандаш для бровей. Называется Deep Brown. Он стоит, мне кажется, стоить чем-то рублей. И он потрясающий абсолютно. Вот он. Он у меня сейчас на бровях. Он мне очень нравится. Очень дешевый и при этом отличный. Дальше. Еще одна дешевая и хорошая вещь. Опять же, видели в моем видео с новой косметикой. Это Stellarie. Тушь Wild Volume. Я не ожидала ее настолько полюбить. Честно говоря, у меня с тушами далеко не все туши мне заходят. Потому что у меня короткие ресницы, у меня, опять же, жирная кожа, они постоянно отпечатываются. Но здесь щеточка, я сначала такая, типа, господи, это не может сработать вообще никак. Но она намного удобнее, чем она выглядит. Она прокрашивает каждую ресничку. При этом вы можете прокрасть реснички и не испачкать кожу. Потому что у меня глубоко посаженные глаза. Я знаю, я просто вот, ну, как бы джекпот в плане вот всего этого. Глубоко посаженные глаза и очень часто, когда необычные, скажем так, щетинки на туши, у меня это все отпечатывается просто вот на коже, там, пока я прокрашиваю. В общем, это абсолютный кошмар. Здесь нет. Она очень удобная в плане прокрашивания. Также она удлиняет, откручивает реснички, то есть редкая тушь, с которой на самом деле видны реснички. Для бюджетной туши вообще потрясающе, потому что бюджетные туши очень редко на мне работают. И я не знаю, почему я не ожидала ее полюбить так сильно. Я такая, тушь в стеллари. Я ни от кого не слышу про тушь в стеллари. Вот. Но она очень хорошая, на удивление, очень мне понравилась. В этом месте я ей пользовалась очень-очень-очень много. Она приятно меня удивила. Дальше, что мне понравилось? Помадки. И в этом месте их будет всего три. Шок, я знаю. Первая это Kat Von D Lolita. Вы ее видели, опять же, в видео с первыми впечатлениями с этой палеткой. Я такая, типа, дополним, это Lolita. Это абсолютно легендарный оттенок. Мне кажется, вот из всего, что делает Kat Von D, самый легендарный оттенок помады – это Lolita. Поэтому, естественно, так как я обожаю марку Kat Von D, мне нужно было попробовать эту помаду. Я помню, я ее несла, и я такая, нет, нет, это просто очень плохо. И я изменила свое мнение насчет этой помады благодаря вам, друзья, потому что, ну, во-первых, окружающие мне стали делать комплименты, когда она мне эта помада. И, ну, как бы вот, подписчики, мой любимый, типа, помада класс, просто супер, очень идет. Я такая, может быть, мне стоит пересмотреть свое мнение на этот счет. И просто, дело в том, что оттенок очень необычный для меня, потому что, вы знаете, меня люблю либо свои красные, либо свои нюды. Я такая, может быть, только два оттенка для меня. Вот, а это такой более темный, более холодный нюд, и для меня это просто непривычно. Но я поняла, что на самом деле оттенок красивый. Ну, и помада супер. Как сказал мой муж, главный плюс этой помады, с ней можно целоваться. Спасибо, Кэт, это вот здесь, что даешь моему мужу целоваться со мной. Странно прозвучало, да? Так, и еще две помады, которые мне понравились. Это Artvisage, и я солгу вам, если скажу, что меня привлекло что-то помимо упаковки. И концепция. Концепция это то, что у них есть целая линейка, мне кажется, их там штук десять помад красных оттенков. Я такая, Artvisage, что ты делаешь со мной? Коллекция называется Moulin Rouge. Я знаю, как бы все лучше и лучше с каждым словом. Упаковка меня привлекла, потому что она черная, с красными губками, и я не могла не купить. У Artvisage была распродажа на их сайте, где-то, мне кажется, месяца полтора назад. Я, естественно, заказала. Я изначально заказала оттенок 81. Вот он. Я его заказывала еще с более цветными волосами. Я такая, это будет супер с цветными волосами. Вот, с цветными волосами правда было потрясающе. Вот, это такой оттенок Mango. Он яркий, он сочный. Помада очень кремовая, очень приятная на губах, просто потрясающая. Комфортная, в то же время она неплохо держит контур губ. И цвет такой сочный, такой аппетитный. Я прям, да! Вот, ну и естественно, 86. Это то, что у меня сейчас на губах. Эта помада настолько красивая, что я просто не могла ее перестать носить. Вот она. Это потрясающий теплый красный. Он настолько идеален на лето, что ну вот, да, это тот красный, который, если я думаю, мне нужна какая-то красная помада. Какую мне воспользоваться? Потому что она настолько красивая и комфортная, и мерцающая. Я люблю сатиновые помады, ну то есть, которые не совсем матовые, а которые мерцают. Ну вот немножко, не именно блестящие. То есть, я люблю свои красные металлик-помады, вы знаете, меня это как бы лучшее, что для меня есть, но вот именно такие немножко мерцающие. Ну вы понимаете, чем я это? Немножко так влажное мерцание. Звучит омерзительно. Я не знаю, как это еще писать. В общем, немножко, что они вот не матовые, немножко мерцают. В общем, я такое очень люблю, и эта помада просто супер. Они, мне кажется, обе стоят 200 рублей или 200 с чем-то. Бюджетные, потрясающие. Я теперь хочу купить всю коллекцию, потому что много красных помад. Мне нужно больше красных. Вот, друзья, это все, что мне понравилось. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, что вам было интересно. Если да, то палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. и спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok